Национальный банк Украины ввел новые монеты, но забыл сказать об этом украинцам. Привет! Друзья, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый выпуск про монеты Украины. Вышел новый набор роллов, обиходных монет Украины от Национального банка. И коллекционеры начали забирать его в отделениях нашей страны. Лимитированный тираж этого набора роллов от НБУ составил всего 2000 наборов. И заказать через онлайн было практически невозможно. У меня две новости. Хорошая и плохая. Плохая. Да, я его не заказал, как и основная часть аудитории, которая смотрит этот ролик. Хорошая. У НБУ много всего в запасах, и они совсем не прочь как-то побаловать нумизматов Украины. При этом я уверен, что определенные люди НБУ тоже на этом как-то зарабатывают. В этот набор попали роллы монет, которые, возможно, и не должны были попадать или вообще выходить в обращение. Я говорю про монеты 2004 года, номиналом 25 копеек и 50 копеек. Также в этот набор добавили ролл монеты Одногрина 2004 года. Обнаружение подобного набора роллов уже, по моим данным, найдено около 10 таких наборов. Не на шутку подаверила интерес к этой теме в нумизматических чатах и YouTube каналах. Подписчик из Николаева прислал мне видео своих наборов. Давайте смотреть. Я уверен, что это оригинальные монеты, а не копии или подделки из Китая. Также можно на этом видео посмотреть, как происходит проверка на магнит. То есть монеты немагнитные. Поступило такое предположение от коллекционеров с опытом, что при паковании этих двух тысяч наборов не хватило роллов и использовали по одному блоку 25 копеек, 50 копеек и 1 гривна 2004 года. Ну, как говорится, то, что под руку попалось. Мне кажется, просто так доступа к монетам, которые еще не вышли на режимном объекте банкнота монетного двора Украины, ну, не у каждого есть. Так что такое, ну, не уверен, что такая случайность могла произойти. Есть предположение, что наборов с такими роллами будет порядка 20. Ну, такую информацию мне вот скинули несколько человек. Тираж монет 25 копеек и 50 копеек, предположительно по 5000 штук. Это, скорее всего, готовилось для годового набора. Но это тоже информация не точная из тех источников, которые мне писали в личку, в Телеграм. Кстати, мы можем тоже видеть отличия в цвете данных монет. И есть информация, что в Николаеве такие наборы получили уже 5 человек. А у одного 50 копеек были 2009 года. Вообще, лотерея с монетами, это довольно интересно и подогревает азарт коллекционеров. Ну, давайте подумаем о законности этих монет. Продавались они на сайте в разделе «Сувениры». И НБУ не презентовал данные монеты на сайте как действующее платежное средство. То есть, что это получается? Что это сувенир, какая-то законодательная дыра. Если я, например, захочу расплатиться такой монетой, это будет под статью попадать мошенничество или фальшивомонетничество. Или как это получается? То есть, это, получается, незаконные монеты. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Давайте поговорим теперь про цены, потому что это очень важно и интересно. По факту, это первый случай продажи монет в таком количестве, который даже не презентовали в НБУ. Тираж может быть действительно любой. А если им нужно, они могут допечатать, как было с копейками, 50 копейками 2018 года. Сейчас есть завершенная продажа на одном из аукционов. Мы, кстати, видим, почему-то она была запущена не на Виолите. Ну, или, может быть, важно было как-то цену разогнать, я не знаю. Мы видим, что торговались не так много участников. Кстати, вот на момент записи этого видео появился лот и на Виолите. Но, как видим, продавец никак не может понять, какую цену поставить. Вот если бы лот поставить с одной гривны, мы бы реально с вами могли увидеть торги тех людей, которые бы хотели приобрести данный лот не за десятки тысяч гривен. Мое мнение, что цену, конечно, определяет только спрос коллекционеров. То есть, у нас с вами, друзья. Пока, лично я не собираю обиходную мелочь по годам. Хотя есть монеты в коллекции и несколько наборов обиходных монет, но цена будет, нужно ждать, когда будут первые продажи этих монет на Виолите. Ну, и на других аукционах. Вообще, с такими шутками о Тенбу очень сложно спрогнозировать цену. Будут ли монеты 2005 года, которые также есть в каталоге Загребы. Я бы лично прямо сейчас не покупал данную монету дороже, чем 500 гривен. Конечно, 100 гривен для такой монеты маловато, потому что сейчас монета из Китая, привезенная тоже примерно 100 гривен стоит. Но она не является оригинальной монетой. Я говорю, например, про английский чекан. Вообще, если они специально добавили эти счастливые роллы, почему бы не сказать людям об этом? И можно сделать упаковку закрытой, темной, чтобы избежать коррупции на этапе продаж. И это бы явно подогрело интерес ко всей нумизматике. А так выглядит, как будто бы либо в НБУ работают непрофессионалы, и могут вот такие происходить вещи, или это реально какая-то схема, чтобы просто заработать на нумизматах. Да, конечно, какое-то количество могут раздавать просто случайным покупателям, и это будет реально огромный фарт. Но если таких роллов сделано больше, то как можно сформировать цену на рынке, на этом точно может кто-то заработать. Вообще, напишите, коллеги, что думаете по этому поводу. Хотели бы вы себе в коллекцию такую монетку купите, и если бы купили, напишите мне в комментариях за сколько. Тоже очень интересно. Я говорю про 25 копеек и про 50 копеек. Ну что, ждем официальный ответ от НБУ, что они скажут по этому поводу. Хотя бы малейший приз-релиз нам будет достаточно. Спасибо, кто посмотрел до этого момента. Ставьте лайки и всем пока.